Девушки отдыхают Куртатинскому ущелью мы начали наш маршрут. Мы это Аня, Вика, Дима, чуть позже нас догонит Сергей и я. Наш путь пролегал по Куртатинскому ущелью к подножию Севераутского массива. Затем предстоял подъем на перевал Зака. Далее радиальный выход по южному гребню Зака-Хох и впуск в долину реки Зака. Оттуда по долине Зака-Дон мы должны были дойти до Транскавказской магистрали и по ней до селения Нар. Всего около 50 километров. В Наре 21 июня нас должна была забрать машина. Так планировалось, но наши планы пришлось на ходу корректировать, после чего наш маршрут немного видоизменился. Куртатинское ущелье до Хилакских источников, перевал Калота, радиальный выход по западному гребню Заки, далее, как и намечалось, спуск в Зака-Дон, Транскам и Нар. Вообще в этот раз многое запланированное не произошло. И наоборот, вовсе не планировавшиеся вещи происходили тогда, когда их не ждали. Но об этом обо всем по порядку. Весь первый день ушел на дорогу от Харижжина до развилки над Замараш. Изрядно потрепанные грозой мы остановились на ночь в начале Бугульта-Донской долины. На второй день пути мы подошли к нарзанному источнику. Вечером нас догнал Сергей. Немного дальше источников мы установили второй лагерь. В тумане место нам показалось достаточно уютным и идти дальше не хотелось. Вечером оно показало свой свирепый нрав. Дима чуть было не принял на голову чемоданчик, килограмм в 10. Унося ноги от камнепада, мы собрали полностью установленный лагерь менее чем за 5 минут. С такой скоростью нам еще не приходилось собираться. Утром 14 июня погода особо не радовала окрестными пейзажами. Было пасмурно, но дождя не было. Собравшись мы начали подъем на перевал Калота. Временами сквозь облака пыталось пробиться солнце. Тут написано Аня. Папа, папа, а сколько весит мой рюкзак? Три поросячьих единицы. Да нет, ну скажи. Ну взвесь дядя Дима, я не знаю. Кого? Анькин рюкзак, сколько он весит? Килограмм в 5. А какой 5? 3. 3 килограмма. Кстати, мы можем чай попить? Можем. По-моему лучше горячее пить. Кто будет чай? Я буду. Каждому подъехать. Отдохнув на широком скальном гребешке, мы двинулись дальше. Местами крутизна склона становилась значительной. И на всякий случай Аню пристегнули репом ко мне. Нормально? Сережку вижу. Я тебя даже слышу. Поднимайся, Аня. Тихо, ты веревку отпускай. И лезь. Блин. Страх уйдет. У меня. Папа выбирает. Отработав очередной час, мы снова сели отдохнуть. Время тянулось в медленном чередовании остановок и переходов. Вокруг так и ничего не стало видно, что создавало впечатление, что мы не сдвинулись с места. На каждой остановке пейзаж почти не отличался от предыдущего. Но это ощущение было обманчивым. По мере набора высоты альпийские луга и осыпи постепенно уступили место небольшим поселениям лишайников и мха на скальных островках, выступающих из заснеженного склона. Шел пятый час подъема. Мы допивали остатки чая из термоса и начинали подумывать, что неплохо бы и перекусить. Однако готовить на 40-градусном склоне не очень-то удобно. Эту затею пришлось отложить до лучших времен. Выйдя на выполаживающуюся часть гребня, мы поставили третий лагерь. Погода так и не изменилась и даже стало хуже. Вечером пошел снег. Зато утро превзошло все наши ожидания. После мрачных и пасмурных дней выхода на перевал, выглянув из палатки, можно было ослепнуть от великолепия залитым солнечным снегом снежных склонов. Несмотря на середину июня, ночью вода в лужицах около лагеря замерзла. Все-таки высота около 3-300. Было приятно идти по схваченному ночным морозцам снегом. Он искрился и переливался в лучах яркого солнца тысячами маленьких самоцветов. Медленно набирая высоту, мы шли по гребню на восток, к вершине Зака. Наш гребень имеет достаточно большую высоту, и при этом в непосредственной близости нет закрывающих обзор препятствий. Видно далеко на юг, запад, а после набора высоты и на восток. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь хорошо виден массив Архонт-Тепли. Южнее Тепли видны одноименные вершины и ледники Нар. Мы делаем съемку панорамы района. Прямо перед нами стоит стеной громада Тепли. Пока мы отдыхаем, Аня успевает оставить на снегу автограф. Осмотрев окружающие нас просторы, мы двигаемся дальше по гребню. Нет прекрасней и мудрее средства от тревог, Чем ночная песня ши. Длинной, длинной серой ниткой стоптанных дорог, Что полен ранения души. Не верь разлукам старинах, Их круг лишь сон. Ей, Богу придут другие времена, Мой друг, ты верь в дорогу. Нет, дороги окончания есть, Зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Будто чья-то сигарета, Стоп-сигнал в ночах, Кто-то тоже держит путь. Незнакомец, незнакомец, Незнакомка, Здравствуй и прощай, Можно только фарами мигнуть. Не верь разлукам старинах, Их круг лишь сон. И, Богу придут Другие времена, Мой друг, ты верь в дорогу. Нет, дороги окончания есть, Зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. В два конца идет дорога, Но себе не логи, Нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище, Есть у нас враги, Значит, есть, наверное, и друзья. Не верь разлукам старинах, Их круг лишь сон. Ей, Богу придут Другие времена, Мой друг, ты верь в дорогу. Нет, дороги окончания есть, Зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Не верь разлукам старинах, Их круг лишь сон. Ей, Богу придут Другие времена, Мой друг, ты верь в дорогу. Нет, дороги окончания есть, Зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Здесь на небольшой площадке мы устроили обед. Через полтора часа мы вернулись на перевал в наш лагерь. После ходового дня мы отдыхаем, готовим, Гуляем в окрестностях лагеря. Погода продолжала дарить нам неожиданно тихие и солнечные дни. Мы сделали удачные съемки И с жадностью впитывали окружающие нас горные пейзажи. В середине дня снежник, который находился рядом с лагерем, Таял настолько сильно, что мы запасали талую воду без помощи примуса. К концу дня стали появляться отдельные порывы ветра. Это предвещало перемену погоды. Вечером гвоздь программы. Ужин. Как всегда вкусный и долгожданный. В большой компании он иногда напоминает конкурс «Где моя большая ложка?» После ужина у нас остается немного времени запечатлеть краски уходящего дня. Осталась последняя ночь на перевале, и завтра предстоит спуск в долину. У нас впереди еще пять маршрутных дней, И мы надеемся на предстоящий безмятежный отдых в долине. Тихий и убаюкивающий вечер. Кто мог предположить, как изменятся горы через пять дней? Утром 16 июня, позавтракав и собрав лагерь, мы начали спуск с перевала. Здесь наши пути разошлись. Сергей торопился домой и ушел по пути подъема в сторону Бугультадона. А мы продолжили маршрут и пошли к долину Заки. Мы уже сползли с перевала. А у меня ножки промокли. Ну, как всегда. Это долина Заки. Вид сверху. Туда мы будем спускать. Слева остался Трусовской перевал, ведущий в Грузию к истокам терека. Мы же продолжаем спуск, и вскоре снежный склон уступает место осыпному. Трусовская перевалка. Высоко над нами остался пройденный перевал. Внизу уже появилось селение Байтикау, самое верхнее в этом ущелье. Правда, так близко оно в объектив камеры, а на самом деле до него еще час пути. Но по сравнению с уже пройденным за сегодня, это совсем немного. Мы спустились к небольшой реке, берущей начало с нашего перевала и впадающей около села в Заку. Перейдя реку, мы пошли к селу. Недалеко от села мы поставили лагерь на берегу Заки. После лунных пейзажей Высокогорье мы оказались на ковре цветущего разнотравья. Это тетка. 18 июня мы перенесли наш лагерь ниже по течению и поселились недалеко от Рокского перевала. Почти весь восьмой день похода шел дождь, и мы чередовали игру в карты с чаепитиями. 20 числа, как и планировалось, мы вышли к Рокскому туннелю и по Транскаму двинулись к селению Нар. Эти искореженные остатки грузовиков в русле реки – свидетельство свирепого нрава этой непростой дороги. По пути до Нара мы насчитали около двух десятков противоловинных орудий. Во второй половине дня мы пришли на базу МЧС в Наре и передали в город сообщение об удачном окончании маршрута. Воспользовавшись гостеприимством хозяев, мы решили остаться здесь на ночь. 21 июня Вике исполнялось 13 лет. К этому дню в Анином рюкзаке был припасен праздничный рулетик. Однако 10 дней скитаний по горам вместе с нами явно не пошли ему на пользу. Мы отдыхали на базе МЧС и не подозревали, что предстоящая ночь многое изменит. Утро 21 числа принесло тревожные вести. Нам сообщили, что в районе Томиска сошел мощный сельф. О прибытии нашей машины в Нар не могло быть и речи. В надежде доехать до завала мы двинулись на спасательском уазике в путь. А тем временем стихия не унималась. На дорогу во многих местах обрушивались камни-пады, дожди не прекращались. Ордон превратился в бешеный поток, готовый уничтожить все на своем пути. Не доехав до Гурона, неожиданно мы встали. Оказалось, селевые потоки сошли не только в Томиске. На участке Алогир-Зарамак дорога была повреждена в шести местах. Наши шансы уехать не уменьшались, они исчезли целиком. Стихия продолжала бушевать, словно не желая сдавать завоеванных позиций. Нам сообщили, что в Зарамак должен пролететь вертолет. Это был наш единственный шанс вернуться. Однако время шло, а вертолета все не было. Никак мы улететь не можем. Не везет нам. Не уехал. Был уже вечер, когда на площадку в Зарамаге опустилась большая стрекоза. Выгрузив медикаменты и продукты, вертолет взял курс на Владикавказ. Земля медленно уплывала вниз. Наше путешествие заканчивалось столь неожиданным образом. Мы возвращались домой. Пройдет минут 20-25, и мы окажемся в городе. Наш поход завершен. Еще свежи в памяти яркие впечатления от событий последних десяти дней. Измени свое течение река судьбы в другое русло, и все могло быть иначе. Но все же мы оказались сильнее или удачливее. За окном проплывают притихшие, заснувшие великаны. Неукротимая сила и гордый нрав, скрытый в этих гребнях и пиках, дремлет. До поры. А потом, вырываясь на поверхность, она дает понять, кто здесь правит бал, и что относиться к ней надо только на вы. Мы еще даже не распаковали рюкзаки, а уже обсуждаем планы следующего выезда. Для того, чтобы ощутить всю красоту и ценность данной нам жизни, надо посмотреть на нее с самого края и, не переступив его, вернуться назад. Ураганный ветер в лицо, картины высотного вечернего неба, грандиозные стены, ведущие не самым простым путем к цели, лед, снег, скалы. Все это уже часть жизни. Необходимое и достаточное, чтобы ощущать, что ты жив и на что-то способен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok